Здравствуйте, уважаемые читатели про Владимира! 2 февраля во Владимирской области началась новая мусорная эра, как нам заявляет администрация Владимирской области. И в чём она заключается? Мы сегодня побеседуем с Борисом Благославовым, участником инициативной группы сельского поселения Филипповское, которая протестует против строительства крупнейшего в России, а сейчас уже одного из крупнейших в России и в будущем, возможно, в Владимирской области, мусорных полигонов. 2 числа в Александрове состоялось заседание экологического совета при губернаторе Владимира Сипягине, и на нём как раз Борис присутствовал в составе группы из 5 человек сельского поселения Филипповское. Как мы знаем, там состоялась рекламная кампания буквально, можно сказать, крупнейших таких мусорных игроков, которые заходят, ну и уже частично присутствуют на рынке Владимирской области. Хотя все мы ожидали, что будет объявлено отказ полный от завоза мусора во Владимирскую область со стороны других регионов, но, тем не менее, этого не произошло, и мы увидели то, что, в общем-то, наверное, не ожидали увидеть после выборов в сентябре. Борис, вот ваши ожидания также не оправдались, поскольку действительно филипповское сельское поселение отдало на выборах в сентябре за Владимира Сипягина достаточно большой процент, и он же приезжал, он встречался с инициативной группой, и он обещал, что там не будет никакого мусорного полигона. Эта запись, кстати говоря, включалась на митинге, и я думаю, все её могут прослушать. Иван, это так, совершенно так. В сентябре Владимир Владимирович приезжал как кандидат, его повезли в лес, на площадку, о которой сегодня идёт речь, 1500 гектаров леса. Он это всё посмотрел, он вернулся в Дом культуры Филипповского села, и, глядя людям в глаза, горячо сказал, «100% полигона у вас не будет, потому что я буду губернатором». Да, я вам это гарантирую, как он сказал. Я вам это гарантирую, да. Мы очень долго добивались после того, как произошли выборы, и Владимир Владимирович вступил в должность губернатора, долго добивались встречи с ним. Нужен разговор прямой же в глаз-глаза. Встреча всё-таки состоялась, встреча прошла, я бы сказал так, натянута, и никаких гарантий не было подтверждено. 25 декабря мы передали все документы, о которых договаривались, по нашей истории. Законных прошло и 30 дней, как законопытка даёт на ответ, сегодня уже 40 дней, ответа нет. Но косвенный ответ, как мы считаем, мы получили неожиданно на экологическом совете. Да, действительно, там можно считать прогрессом в сравнении с прошлой администрацией. На экологический совет пригласили, скажем так, бунтущиков, представителей инициативных групп горячих точек. В том числе и мы, так сказать, прорвались. Мы считаем, что прорвались, что долго-долго добивались. И там произошло невероятное. Нам представили возможного застройщика этого самого полигона. Его представили именно как возможного застройщика? Какая была формулировка? Возможного, нет. Не было там произнесено никем из президиума или членов экологического совета, что это организация, которая будет строить. Нет, это возможный вариант. Но это понятно, что это возможный вариант. Некого Кузнецова Дениса, который представился от ООО комбинат, от общества ограниченной ответственности комбинат, небезызвестная структура на территории Московской области, связанная с Олеговским карьером, полигоном. Шумная очень история. В городе Клин. Больная, да, в городе Клин. Вот тут у нас был шок. Когда я выступал, слово дали, то я это сказал, назвал это провокации. То есть, понимаете, в чем провокация? Если нам губернатор говорит, что 100% гарантии не будет, и он, как руководитель, глава не только администрации, но и экологического совета, представляет возможного кандидата на строительство, то здесь полнейшая неувязка. Что вообще вы, господин губернатор, имеете в виду, когда говорите, что 100% гарантии у вас мусорного полигона не будет, потому что посмотрите, он говорит, вот такое расстояние до села, как тут жить? Жизнь вымерет. Но тут оказалась еще вот какая интересная история с этим ООО-комбинатом и господином Кузнецовым. Нас обманули. Нас обманули и с точки зрения того, что вообще рассматривается проект строительства, нас обманули, представляя его. Господин Кузнецов является заместителем генерального директора регионального оператора Московской области Экопромсервис. Стратегия которого, вот этого оператора, это взять под себя утилизацию, транспортировку, складирование, утилизация всего мусора Московского Подмосковья. Ну, там, очевидно, Клинская зона или определенная Это заявка господина Кузнецова. 31 января он был участником одной из телевизионных передач, и он об этом говорил. Нам представили человека, который руководит процессом обработки, утилизации отходов Московской области. Чего ему делать тогда, скажите, о филипповском поселении? Каким мусором заниматься? И когда нам говорят устами этого господина Кузнецова, и сидит Байер, сидит Сипягин, сидит руководитель департамента, то есть цвет администрации областной, и в их присутствии человек рассказывает, что они предлагают построить предприятие мощностью 450 тысяч тонн в год. Если сравнивать с известным проектом эко-техстроя Владимира, против которого народ восстал, там были цифры 150 тысяч, а здесь 450 тысяч. При том, что Владимирская область за год вырабатывает всего полмиллиона тысяч тонн отходов. Причем человек не стесняется говорить, что мы сможем переработать 20% из них, а остальные нужно куда-то Нужно закопать в свалку. Да, он рассказывает, там будет мембрана, технология, все это будет современно, но это будет опять свалка. Ну, такая вроде осовремененная свалка. Тогда возникает вопрос, вообще о чем разговариваем мы? Мы разговариваем о обещании господина Сипягина? Или, например, о причинах, почему он это изменил? Или мы рассказываем о том, что филипповское поселение будет счастливо, как сказал господин Кузнецов, счастливо от улучшения экологической обстановки. То есть, чистейший воздух, который сегодня там есть, вместе с лесом, с реками, он еще будет чище за счет того, что там построить некое предприятие с мусорным полигоном на 450 тысяч 20% отнимите, это где-то 90 отнять, это получается 360 год, мы будем захоранивать. Это как бы теория. И мы знаем, что ООО «Комбинат» славен, в кавычках, славен делами, связанным с Олександрским карьером, этим нашумевшим после Тимохова полигоном, с его забастовками в Клину, демонстрациями в Клину, сегодняшней невериям людей тому, что выдает и руководство Клина по поводу опасности Олександрского карьера, и то, что выдает ООО «Комбинат» по якобы замерам того же воздуха. В Клину 3 февраля также проходили, как и в Филипповском, прошел митинг протеста. И вот первым пунктом, если не ошибаюсь, резолюции этого митинга, там как раз и говорилось, называлась вот эта свалка Олександрский карьер, как зловонная свалка. А вот передо мной, мы знаем, что зловонная свалка Олександрский карьер в городском округе Клин и так далее, и так далее. Да, это основывается на исследованиях, насколько я знаю, там жители даже купили специальный прибор, лицензированный по замеру воздуха. Прибор называется, ну, всегда назывался газоанализатор. Сегодня в интернет выкладывает инициативная группа Клинская результаты замеров этим прибором в центре Клина на площади Центральной, в селах, которые находятся между Клином и карьером. И результаты, конечно, удручающие. Они, знаете, удручающие по двум, на мой взгляд, параметрам. По факту, какие они есть, и по тому, как их интерпретирует. Одна сторона и вторая. Знаете, вот я специально ехал к вам на передачу, посмотрел сайт в интернете ООО «Комбинат». Здорово, как написано. ООО «Комбинат» проводит ежеквартальный мониторинг атмосферного воздуха на территории санитарно-защитной зоны. Дальше. Превышение ПДК, загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на территории СССР, не выявилось. Санитарно не выявилось. Вот их точка зрения. Вы имеете отношение с людьми. Вы имеете отношение с опасным производством. Во всем так называемом цивилизованном мире поступает очень просто. Первое. Опасное производство, вызывающее огромную тревогу у населения, оно открыто. Проводятся систематически с определенным циклом допуски населения на территорию. Мало того, данные, которые интересуют людей, беспокоят, публикуются открыто. Вы найдете от ООО «Комбинат» данные по этому самому карьеру Олексинского. Неа. Вы найдете только заверения. То власти, которая боится о том, что все хорошо. То МЧСников, которые подделали свои данные. Еще там кто-то. О том, что все здорово. Люди выходят с газонализартом и говорят, фенолов там 25 раз больше, азота много, серы много, хлора много и так далее. Все ПДК. Власть не может сделать сложной, в кавычках, простой вещи. Пойдите людям и скажите прямо, что мы можем сегодня, а что мы не можем. И сколько нужно потерпеть, как безвыходности, для того, чтобы наступила новая эра под их руководством. Этого нет разговора. Вот проблема в чем. И поэтому нам филипповское поселение подсовывает о комбинат, фактически подсовывает вот то, что сегодня мы видим в клину. И я считаю, что у господина Сипягина сегодня провалена совершенно работа то, что называется с обществом, с общественным мнением. Мы видим только какие-то, я бы сказал, пошлые обвинения. Раздались они вечером после экологического совета. Ну да, он сказал, что про московских дачников. Нет, он ли сказал. На его стене ВК под именем Сипягин какой-то пост разместил. На экологическом совете он этого не говорил. Нет, конечно же нет. Прямо выразилась в своей странице госпожа, которая пресс-секретарь его. Скорее всего, она все писала. Ну, не дело губернатора на это тратить время государственное. Вещи пошлые совершенно. Повторение вслед за, извините меня, Орловой, о неких московских дачниках, которые тут портят, так сказать, атмосферу. Ну да, раздувают пожар. А каких-то участников инициативной группы, которые проплачены каким-то там теневым капиталом. В общем, вместо разговора прямого с людьми и определения положения, в котором мы находимся, определение, что мы делаем, какими технологиями, какие мы добьемся когда-то успехов. То есть, прямой ответственности взять на себя. Вот такой вот разговор. Вы орете, вы мешаете, вы лодку раскачиваете. Знаете, это терминология, да? Вы власть, так сказать, подрываете. Кто подрывает авторитету власти, это надо у людей спросить. Люди скажут совершенно противоположную точку зрения, вы скажут. Вот непонятно, каким образом вообще этот комбинат появился, поскольку, во-первых, его объекта этого нет в территориальной схеме, да? Во-вторых, инвестиционный проект никакой именно конкретно комбинату никто не одобрил, да? А в-третьих, собственно, он владеет этой уже землей, он, может быть, перекупил этот у компании вот такой техстрой? Знаете, вопросы без ответов. Правильно, первый вопрос вы задали. Откуда он появился? Мы его задали сразу. Задали господину Сипягину, Байеру, господину Баринову, который возглавляет там департамент. Ну, Горин сказал, что он в первый раз, вот, видит, глава администрации. Ну, якобы Горин, якобы в первый раз точно, да? Ну, я знаю точно, Горюкшина Елена Алексеевна, которая возглавляет главой поселения Филипповского. Это точно первый раз, потому что, если бы она слышала, то мы бы слышали. То есть, он появился как бы ниоткуда. Откуда появился? Перевели стрелки на руководителя департамента, вот, сидящий, так сказать, в президиуме, он тоже был растерян, потому что сказать нечего. Ну, то есть, это кто-то его повыше пригласил уровнем, чем директор департамента. Вы знаете, чьи там интересы стоят, да, и кто просовывает этот проект, не знаю. Известен только, известно одно интересное замечание, которое тоже любят цитировать в Клину. Его сказал, эту фразу сказал известный Игорь Чайка, из семьи Чайка. Что Клин, ну, я смысл передаю, что он сделает так, чтобы Клин стал лучше, чем Затсбург. Что имелось в виду? То ли с этого террикона огромного, который поднялся над землей на 25 метров, сделать лыжный курортную зону. Ну, да, 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 как прилагал уже. Владимир Владимирович Сипягин, ну, неудачно считая, так сказать, высказался, когда поехал на Александровский полигон о том, что тут горнолыжные, так сказать, трассу сделать. Вообще несерьезный, конечно, разговор на серьезную тему. Ну, вот заходит не только же комбинат, заходит еще и компания «Хартия», как раз-таки, которая принадлежит, восходит к сыну Гену Чайки. Прямо, прямо непосредственно известно. Да, и они хотят построить рядом с Краснопламенским сельским поселением в Александровском районе еще полигон на, для начала на 400, по-моему, а дальше на миллион. Там 100 гектаров они берут, да. На миллион тонн. Причем там, понимаете, какая интересная история, да. Вот два момента я бы отметил. Что вся юго-западная, южная часть, примыкающая к Московской области, становится зоной опасности, зоной опасного производства. Ее как бы отдают на рассмотрение для того, чтобы Москва, Московская область могла на эту территорию завозить огромные масштабы. Ну, и из Ярославской области также уже рассматривается… И Ярослава, и Ярослава. То есть, обложить из севера, обложить из юга, из запада, вот отдать, так сказать, на съедение. Вот это чистейший край, который там есть, отдать на съедение. Но в Хартии там интересный еще момент. Хартия не говорит, что она прямо сама будет работать так, как, например, о комбинат. Она говорит, я построю там некие терминалы, да, зоны, и сдам его, фактически речь идет, сдам его на какие-то формы или концессии или аренды, сдам, кто-то будет работать. Это еще сложнее получается модель. Но главный смысл – областная власть Владимира, заверяя вот в глаза Сипягин, Владимир Владимирович, Александр Александрович Замьева, да, Байер, да, глядя людям в глаза, говорят, и в резолюции, якобы в резолюции написали пункт 3, вот на экосовете, который приняли, московскому мусору, московской области из Москвы не быть. Но тут же они на экосовет выносят обсуждение проектов, возможных проектов, возможного строительства, который, безусловно, может существовать экономически только на основе переработки отходов из московской агломерации. Как это понимать? То есть, в тиши кабинетов мы это все сделаем, да, а потом мы как бы вот вас поставим в известность. Ну, они это могут сделать, да, пересмотрев просто территориальную схему, внеся там какие-то изменения или заключив какие-то соглашения дополнительные. И вот я хочу вернуться к теме, вопрос тоже повисает. А мы ориентируемся на крупный капитал, на крупные такие сортировочные пункты, да, там перерабатывающие, а где место местному бизнесу, который сегодня работает по разделенке. У вас в Киржачевском районе есть такие компании? У нас прошел, ну, своего рода эксперимент и в Киржачевском районе, и в Филипповском поселении, это точно. Наши ребята-предприниматели, да, небольшие, отработали на паре деревень на одном садовом товариществе вот в течение вот 2018 года модель разделенки. Сами разработали контейнеры, сами его устанавливают, забирают, отвозят, сдают, да, получают прибыль. В общем-то, как мне рассказал организатор этого проекта, пока они вышли в ноль, но очень довольны. Кто этим занимается? Кто волной этого бизнеса мелкого, маленького, да, и среднего, который готов участвовать в этом процессе, местного, Владимирского, кто его поднимет? Кто создаст для них условия, интересные для того, чтобы люди занимались утилизацией, переработкой? У нас такое опасение, что за этими красивыми словами, которые исходят от руководителя областной администрации, по поводу Филипповска стоит на самом деле желание и их намерение при корректировке территориальной схемы включить эту зону в саму территориальную схему. Сейчас её нет. Его, этого объекта, Филипповского, нет. А вот такое подозрение, что они это сделают. Получается, что наследие, которое Орлова оставила, где на научные исследования никаким образом не обратить, на прикладные исследования мы привозили гидрогеологов, геологов, которые эту зону всю прошли, пробурили, не обращали внимания. И что, повторяется история в новом составе администрации? На ваш взгляд, вот это неожиданное появление инвесторов, там, Хартия, полигон и ещё там в Эколайн, по-моему, Владимир, который владеет свалкой в Александре, вот этой знаменитой, десятиэтажной. А вот это их появление, почему это спровоцировало перемены в такой позиции Сипягина? Вот что на него там надавили из администрации президента? Или на него там Чайка нашёл какой-то компромат? Или, может быть, ему, или не ему, а одному из его заместителей дали какое-то незаконное вознаграждение? Иван, Касперологические теории. Я уверен, что какая-то есть информация. Это не случайно, чтобы взрослый человек, вменяемый, который сделал заявление для людей, на примере Филипповского, о том, что 100% гарантии этого не будет, поменял таким образом направление своей мысли «Слово и дело» случайно не бывает. Ну, как это? Терять, так сказать, авторитет, я бы сказал так, терять честь. Честь перед людьми. Что-то есть, что, наверное, у компетентов, как говорят, у компетентов органов имеется, что это не случайно, что-то произошло. То ли это от генеральной прокуратуры, понятно, о чём речь идёт. То ли от чего-то, но что-то есть. Я знаю слухи, которые в народы ходят, но это, к сожалению, слухи, и их просто нельзя и говорить, только на кухне, может быть, посудачить. Что под ними, нельзя это сегодня сказать. Но произошедшее не случайно, безусловно. То, что Сипягин, губернатор Сипягин, отмалчивается и игнорирует обращение филипповцев, и ещё подсовывает им, так сказать, я по-другому, знаете, слово такое грубое подсовывает, но я по-другому не могу эту провокацию на экосовете назвать, подсовывает некий его комбинат, который известен своими, прошу прощения, не очень хорошими делами, взаимоотношения к сообществам. На примере Клина, это не случайно, и что-то за этим, безусловно, стоит. Что вы ожидаете от Сипягина, вот конкретно? Знаете, вот на моём понимании положение его трудное, как губернатор, сложное. Мне, кстати, понравилось, вы, не знаю, были или нет, пресс-конференции, к которым журналистами были. Ну, я смотрел. Мне понравилась конференция, вёл себя достаточно уверенно, отвечал на вопросы достаточно подробно, да, вот такое впечатление. Но вот на примере Филипповского я в недоумении, что это такое. У меня самого такое родилось понимание, да, вот как говорят, мемы такие сегодня рождаются, да. Получается, вот на примере Филипповского следующее. «Губернатор без чести, народ в беде». Вот если так будет продолжаться, что происходит между, словно говоря, губернатором и населением Филипповского поселения, да, к добру это не приведёт. Мы получим какие-то красивые картинки, тексты, которые называют территориальной схемой, но в реальности доброго ничего не будет. Мы вернёмся к этому через пять лет, когда команда будет уходить или бежать она будет, да, и мы окажемся, может быть, в худшем положении, чем сегодня. Вы и, возможно, ваши соседи, жители тоже Филипповского не сожалеете о выборе, который сделан в сентябре? Ну, мы сделали этот выбор, да, или люди сделали. Я живу в Александровском районе соседнем, да. Ну, всё равно. Да, коллеги мои, которые вот, с кем я общаюсь. Вы же тоже, вероятно, ходили на выбор. Да, конечно. Выбор сделали, жалеть о нём, ну, он сделан, а другого не было. Вот так можно сказать, да. У нас другого не было. У нас была альтернатива, мы выбрали альтернативу орловщине, которой мы нахлебались общением более чем год, да, увидели, насколько это всё пошло и подло, я бы сказал так. Отвечая за свои слова, как человек, который пойти в суд, да, за свои слова перед людьми встать, да, подло и пошло. Вот выбор сделан, и мы стоим сейчас на дороге, да, у которой есть два ответвления перед камнем. И этот камень не для нас написан, как в русской вот былине, да. Он написан для Владимира Владимировича Сипягина. Куда он пойдёт, да, налево или направо? Он пойдёт вместе с людьми открыто, назвав проблему, да, вот куда-то, где мы сможем вместе всё сделать. Областная администрация, муниципальное образование власти, да, люди, которые неравнодушны, да, и которые не просто говорят «не хочу», а которые предлагают, готовы включаться в то, что договорились делать, да. Или он пойдёт куда-то там в другую сторону, где нас ожидает ещё больше, я считаю, более трудная, большая беда, чем сегодня мы имеем. А сегодня кризис. Кризис отрасли и кризис отношений между людьми и властью. Областной администрации. Ну, мы будем надеяться всё-таки на разумность нашей областной власти. Спасибо за общение, уважаемые читатели про Владимира. Читайте наши другие материалы более подробно. Об этой теме мы расскажем на нашем сайте. Также смотрите наши ролики. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»!